Работа всех подразделений полиции начинается с дежурной части. Именно сюда первым делом попадают граждане со своими жалобами. По словам самих сотрудников, в их отдел ежедневно поступают около сотни звонков. Причины жалоб разные – от интернет-мошенничеств, которые участились в последнее время, до требований наказать коммунальные службы за недобросовестную работу. По Ливенческовых много сообщений, так скажем, не совсем полицейского характера. В период отопительного сезона поступало много сообщений о том, что людям не дают тепло. Но раз уж нам звонят, приходится тоже каким-то образом реагировать на данные сообщения. Кроме того, сотрудники отдела ведут мониторинг по системе «Безопасный город», передают ориентировки преступников, собирают оперативные группы для выезда на тревожные вызовы. Отличная автомашина ВАЗ-2107. В отличие от своих коллег, служба Олега Сопова на первый взгляд действительно не видна. Старший инспектор штаба по анализу, планированию и контролю занимается не поиском и поимкой преступников, а предупреждает их возникновение. Аналитический отдел собирает статистику и прогнозирует криминогенную обстановку в отдельных районах города. В штабе собираются статистические, аналитические, по результатам которого мы принимаем управленческие решения и вносим предложения для руководства отдела. По итогам анализа принимаются решения, к примеру, увеличить количество патрульных машин или количество объезда тех или иных районов. Сегодня штат сотрудников отдела МВД по городу Нефтекамску насчитывает более 400 человек. Торжественная часть празднества прошла в зале городского центра культуры. Поздравить сотрудников полиции пришли первые лица города. Слова благодарности за хорошую службу своим подчиненным выразил и начальник отдела полиции. Я желаю сотрудникам органов внутренних дел, нашим уважаемым ветеранам, праздничное настроение, здоровье, благополучие, успехов в работе, а ветеранам долголетия и, главное, здоровьем. Сотрудники внутренних дел на сегодня очень много делают по охранничеству порядка в городе, по безопасности дорожного движения, раскрывают, расследуют сотни уголовных дел. Отдельно за профессиональные заслуги были отмечены представители различных ведомств, службы дознания, уголовного розыска, следственного отдела, патрульной службы и другие. Не забыли отметить и вклад ветеранов отдела внутренних дел. При этом официальная дата праздника 10 ноября придется на обычный рабочий день, который большинство полицейских отметит на своих рабочих местах, продолжая оберегать покой нефтекамцев. Продолжение следует...